О том, что Рязани в тушении лесных пожаров нужна помощь, федеральные СМИ и телеграм-каналы заговорили еще в начале недели. К середине обострение достигло своего пика. Впрочем, где и что горит, в Рио губернатора области Павел Малков уже четко знал. Всего сейчас у нас 4 очага пожаров. Самый крупный мы в самом начале уже обсудили. Там порядка 500 гектар. Это Кудомское лесничество, Спасский район. Еще у нас действует пожар в Рыбновском районе. Там порядка 45 гектар тушения проводится сейчас. В Спасском районе около 18 гектар тоже самое проводится тушение. И небольшое возгорание в национальном парке Мещера. Там порядка 3 гектар. Резкое обострение ситуации вынудило вмешаться мэра Москвы Сергея Собянина. В Спасский район был направлен специализированный Ил-76, который уже сбросил порядка 100 тонн воды, что несколько снизило активность горения. Тем временем, по обращению правительства Рязанской области, федеральная авиалесоохрана стягивает в регион парашютистов-десантников. В Спасский район после ликвидации пожаров на Чукотке переброшены 14 парашютистов. Для пуска и окарауливания отжига команды федеральной авиалесоохраны прибыли в Рязанскую область со всем необходимым оборудованием и снаряжением. Моя группа приехала на пожар в Рязанской области для оказания помощи. В связи с чрезвычайной опасностью из-за ветров, из-за жары мы имеем все имущество, все снаряжение для того, чтобы работать и помогать регионам. Прямо сейчас в Рязанскую область доставляют еще 28 профессиональных десантников-огнеборцев с горячих в прямом смысле точек страны. Всего их будет 42. 42 лучших в стране специалисты по тушению лесных пожаров с применением метода встречного отжига, то есть контролируемого встречного огня. Работу, то есть тушение лесного пожара, лесных пожаров будем производить вручную. Это проработка минполосы с помощью лопат, мотык, бензопил и пускание встречного огня, встречного палок, контролируемого в общем. Самое эффективное тушение пожара. Ну и соответственно за плечами ранец ЛОО 20 литров на случай, если где-то переброс, чтобы сразу быстро залить и не допустить распространения огня. Чтобы отжиг ушел именно в сторону пожара, его направляют от минерализованных полос потоками воздуха из воздуходувок и окарауливают по краю минерализованных полос, чтобы ветер не перебросил за них искры и языки пламени отжига и не возник новый пожар. Проложат минполосу десантники вручную только на тех участках, где техника пройти не сможет. И в том случае, если огонь форсирует искусственные преграды от лесничества. Опасность этого, кстати, очень высокая.